Вы упомянули сегодня о дне рождения Минска, уже чуть-чуть приоткрыли завесу, что у нас будут иностранные гости. То, что можно уже сейчас анонсировать, если не секрет, расскажите, что будет нового для гостей, для жителей Минска? Во-первых, будет очень много различных площадок. Мы хотим показать все наши площадки всех районов, в каждом районе будет свой праздник. Центральная площадка – это будет и дворец спорта, где будут проходить шоу байкеров, которые будут проходить в один из них и с артистами нашими, и с зарубежными. Большой концерт будет. Будет гастрофест, где мы в центре города увидим и сможем попробовать различную продукцию. Кажется, как сможет, уже представит. Конечно, будет больше акцент на белорусском, но вместе с тем мы не запрещаем приготовить что-то и угостить с возможностью приобретения и угощения различных наших друзей. Также будет у нас на другой площадке большой концерт, где мы будем озвучивать и наших победителей в номинации «Минчанин года». Это тоже будет хорошее мероприятие с большим концертом, с возможностью посетить, потанцевать, послушать хорошую музыку. Ну и, конечно же, у нас без открытия каких-то там объектов и торговых мы не обойдемся. И мы будем сделать… Всех приглашаю в торговый центр «Столица». У нас в субботу там будет после обеда показ новые виды продукции легкой промышленности. Наших «Пилкопсоюз» покажет шубы, которые они пришивают, и там же можно будет приобрести. Поэтому будет показ и в столице с возможностью продегустировать новые виды продукции, и посмотреть, и померить, и еще и купить. Поэтому все локации будут задействованы, и будут также и Минск туристические, и открытые будут туристические новые какие-то маршруты. Поэтому все… Вот будет большая пресс-конференция, где все детально будет рассказано. В общем, и хлеб, и зрелище всем гарантируете. Да, все будет, потому что, слава богу, нам есть что показать. А салют праздничный будет или нет? Конечно. Да, салют праздничный будет. Будет завершение грандиозного концерта. А в субботу праздничный салют.